Здравствуйте, вы на канале Астроумно, это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Это был своеобразный перелом зимы и с ним связано большое количество народных поверей и рассказов о духах. Так, 1 марта отмечается день Маримьяны Кикиморы. Маримьяна равнозначно языческим названием Мармор, Марена, Маримьяна, праведная Мааре. Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре, возможно, были произведены смены проведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на Мариамну Кикимору. В народе последнюю описывали по-разному, говорив о том, что это то ли уродливая старуха, то ли девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая. Считали, что Маримьяна – жена домового и хозяйка дома, которую можно было увидеть, например, в курятнике или бане. Славяне приписывали ей негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маримьяну практически всегда ударяли морозы. Говорили, теплый мартовский день обманчив, марток, надевай семь порток. Народные приметы на 1 марта. Усилился ветер ночью, жди обильных осадков и потеплений. Первый день весны теплый, значит, по примете, еще будет похолодание. Вороны 1 марта каркают громко, скоро похолодает. Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок. Если женщина наберет снега и в полдень обретет им руки, они по приметам будут чистыми и нежными. Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными. Если слышен плачки киморы, либо она показалась на глазах хозяевам, жди беды. Если бросишь ветку на снег и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще будет очень и очень долго. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт. Странички также в инстаграме и фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся.